Привет, друзья! Давайте приготовим нежные говяжьи ребра и копченую скумбрию. Помогать в сегодняшнем выпуске мне будет Forrester, бренд-эксперт в приготовлении на огне. И за моей спиной находится инновационный продукт и новинка этого года — гриль-мангал с двумя крышками. Главная особенность этого гриль-мангала — это две независимые камеры. Можно готовить два блюда одновременно, и при этом их запахи не будут смешиваться. Гриль имеет покрытие специальной термостойкой краской, выдерживающей нагрев до 800 градусов. Пока угли разогреваются, предлагаю подготовить сами продукты. Начнем с говяжьих ребер. Выбирайте хорошие мясистые говяжьи ребра для того, чтобы есть не кости, а наслаждаться нежным мясом. И именно растомив ребра, вы насладитесь нежной и вкусной говядиной. За счет большого количества коллагеновых соединений и то, что мясо готовится на кости, оно действительно получается очень и очень ароматно. Первым делом нам нужно удалить мембранную пленку. Подцепляем ножом и при помощи салфетки аккуратно ее срываем. Обильно посыпаем солью и крупным дробленым перцем. Сбрызгиваем растительным маслом, хорошенько натираем со всех сторон и дадим постоять минут 30-40 для того, чтобы мясо слегка просолилось. Солю достаточно обильно, чтобы после приготовления мясо было солено. И, конечно же, перчик. С обратной стороны все то же самое. Сбрызгиваем подсолнечным маслом и хорошенько натираем. Все. Хорошей говядине, кроме соли и перца, больше ничего не нужно. Отставляю в сторону и нужно почистить скумбрию. Удаляем у нее голову и потрошим. Скумбрию обильно засыпаем солью со всех сторон, особенно внутрь. И в таком состоянии оставим ее просолиться на пару часов. Этого времени будет как раз достаточно, чтобы ребрышки растомились и мы подали два блюда одновременно. Соли. Отлично. Пускай просаливается. Как я и говорил, мы сегодня готовим два разных блюда, поэтому пока что угли засыпаю только в первую камеру. И устанавливаем решетку-гриль. Гриль-мангал от Forrester в принципе универсальная штука. Если вы обратите внимание, то на нем можно готовить несколькими способами. Помимо того, что мы сейчас будем работать как на гриле, в нем есть прорези для того, чтобы готовить на шампурах, как на обычном мангале. А при желании вы можете готовить на нем в посуде, например, в казане или на осадже. Для этого у гриля боковой столик превращается в подставку под казан, которую вы легко можете установить внутрь. А когда не нужно, убираете и превращаете ее обратно в боковой столик. Наша же задача сейчас с вами обжарить ребрышки с двух сторон до аппетитной корочки. Под закрытой крышкой подержим их 3 минуты с одной стороны и 3 минуты с другой. При этом верхний регулятор воздуха у нас полностью открыт. Кстати, еще одной уникальной особенностью этого гриль-мангала является магнитный держатель для аксессуаров. Вот, например, щипчики грязные. У нас чистый стол, я их класть не хочу. Здесь все удобно. Повесили и забыли. Ох, какая красота! Что за аромат! И теперь складываем ребра в лоток для запекания. Кстати, их тоже производит Форестер. Как и многие другие аксессуары. Использовать такие лотки можно непосредственно для приготовления, для подачи готовых блюд. Или как лоток для щипы, когда мы будем коптить. И теперь к этим вкусным говяжьим ребрам я добавляю небольшой кусочек сливочного масла. Заливаю соусом барбекю. И под фольгой буду томить их в гриле 2 часа. И заливаю соусом барбекю. Закрываем. И здесь прикрываю заслонку наполовину. А у нас с вами есть 2 часа, чтобы заняться чем-то полезным. У Форестера также есть и садовая мебель. И сегодня у меня в руках модульный шкаф с мойкой. Пока ребрышки томятся, я его соберу. Готово. По итогу получается мойка и стол 2 в 1 с металлическим надежным каркасом. Идеально подходит для хранения посуды и аксессуаров для гриля вне помещений. Имеет 2 полки, предназначенные для размещения кухонных принадлежностей, посуды, аксессуаров и моющих средств. А полка с дверцами защищает кухонные принадлежности и посуду от пыли и повреждений. Рабочая поверхность размером 30 на 41 сантиметр имеет порошковое антиводальное покрытие, которое после эксплуатации достаточно протереть мокрой тряпкой. Возвращаемся к приготовлению. Пора коптить скумбрию. Сейчас мне необходимо промыть скумбрию от соли и обсушить ее со всех сторон бумажными салфетками. Перед копчением рыба должна быть чистая и сухая. Если продукт будет сухой, то копчение ложится правильно. На мокром продукте вы получите неприятную горечь. Ну а мы засыпаем угли во вторую камеру нашего гриля и начинаем копчение. На угли устанавливаю алюминиевый лоток с щепой и сверху решетку. И аккуратно выкладываем нашу рыбку. Пока можем проверить ребрышки. Проверяем их мягкость легким прокалыванием ножа или вилкой. Они должны входить туда, как по маслу. И если это действительно так, то выкладываем их из лотка на угли и даем подпечься корочке сверху. Но здесь прям очень мягко. Это мясо уже просто сползает с костей. И для красоты еще раз немного смазываю их соусом барбекю. Как видите, мы готовим два абсолютно разных продукта, при этом не смешиваем их аромат. Еще каких-то считанных 15-20 минут, и можно будет все подать к столу. Красота! И аккуратно переносим ребрышки на доску. И наша рыбка. Вот такая красота у нас, друзья, сегодня с вами получилась. Ссылочку на гриль, мойку и другие аксессуары от Форестер я оставлю в описании. И сейчас на них как раз первомайские скидки. Я же предлагаю попробовать. Копченая скумбрия, это всегда очень-очень вкусно. Рыбка полностью готова и пахнет прекрасно. Обожаю скумбрию. Что же касается ребрышек, то здесь нарезаем немножко маринованного огурчика. Выкладываем на лепешку. И нарезаем себе несколько кусочек реберного мяса. И наслаждаемся процессом. Друзья, если видео вам понравилось, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться рецептом с вашими друзьями в ваших социальных сетях. Ну а свои фотографии и отзывы присылайте к нам в группу ВКонтакте или в Телеграм. Всегда рад почитать и посмотреть. А мне остается попробовать и насладиться. Аминь. 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 Продолжение следует...